здравствуйте дорогие любители живописи а сегодня я хочу поговорить с вами о межслойной обработки в живописи что это такое о живописи маслом конечно идет речь значит ну вот сейчас передо мной работа та которая писалась некоторое время назад это такой небольшой этюд совсем небольшой где-то наверное сантиметров 20 на на 35 примерно пейзаж петербурга и вот если вы писали работу и потом через какое-то время решили приступить опять к продолжению живописи маслом через определенный отрезок времени да понятно что у вас живопись подсохла если прошло достаточно много времени там зависимости от слоя краски если прошла неделя две-три месяца или более живопись высохла но если она где-то писалась пастозно то возможно абсолютного просыхания нет краски потому что сейчас очень многие пишут мастихином живопись имеет достаточно объемный такой слой краски и даже если появляется поверхностная пленочка то внутри слоя краски если только на эту краску слегка нажать вот понятно что она не еще не жесткая такая где-то мягкая то есть внутри слой краски есть так вот мы сейчас говорим о межслойной обработки межслойную обработку надо проводить даже если вы пишете через пару-тройки про пару-тройку дней то есть ваша живопись является многослойной значит раньше когда мы учились мы делали межслойную обработку чаще и виде тройника то есть это приблизительно в разных пропорциях можно смешать льняное масло разбавитель пенен и лак для живописи ну лаки различные сейчас имеет место быть тут надо сейчас вот даже точно не скажу то есть раньше и домарным пользовались лаком и пихтовым но это должен быть не покрывной лак а собственный лак для живописи и значит вот этим то есть разбавителя не должно быть очень много и очень-очень мягко чтобы слои как бы что называется опять не не растворить красочные до кисточкой вы покрываете всю работу слегка-слегка для чего нужен этот слой вот эта обработка для хорошего сцепления слоев потому что если прошло много времени то один красочный слой уже имеет такую достаточно уже высохшую поверхность да и вторую когда вы кладете они какая-то и пыль уже и жирность какая-то и пиве появилась то есть они могут недостаточно хорошо сцепляться и потом даже отходить если слегка там где-то холст вот чуть-чуть деформировался уже следующий слой может даже отскакивать но это вы можете заметить когда например кто занимался ремонтом и покраской не знаю там подоконников дверей да то есть когда вы начинаете каким-нибудь шпателем счищать вот эти слои краски то увидите что это не единый такой слой да а эти краски сходят слоями то есть сцепление между ними нет и то же самое может происходить в живописи так вот чтобы этого не было вот эту межслойную обработку производить нужно то есть именно она дает хорошее такое сцепление слоев и дальнейшим в общем-то живопись будет более сохранно вот значит некоторое время назад я купила в баллоне потому что иногда когда вы кисточкой проводите вот эту обработку ну где-то что-то можно бывает но если там через пару дней до можно даже какие-то слои слегка растворить и не очень хорошо кисточкой тогда вот достаточно купить вот такой ретушный лак а вот у меня например он ферма санет в баллончике и слегка в горизонтальном положении положить работу и слегка-слегка сбрызнуть да ну вот можно почитать например здесь состав указан да как бы с чего это состоит предназначение читаем для применения в масляной жидвиси в качестве промежуточного слоя для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоев вот кто работает маслом тот тоже знает что холсты особенно если они такие тянущие в себя масло впитывающие не дай бог если вы вообще не обработали нет грунта вот некоторые художники говорят вот берите арголит да и начинайте на нем писать прямо вот арголит он тянущий там какие-то придумают что-то какие-то авторские техники не буду называть их там кто-то рекламирует мраморную так вот грунтовать нужно любую поверхность если вы хотите чтобы эта работа со временем этот красочный слой не отошел от поверхности арголита от поверхности какого-то не знаю картона и так далее значит грунтовать нужно грунты опять же разные вот арголит можно все-таки проклеить чем-то да и нанести слой грунта если вы хотите чтобы этот слой был тянущим да для каких-то то есть впитывал очень активно краску масло из краски все связующие живопись такая становилась более матовая ну тогда сделайте тянущий грунт да можно посмотреть рецептуру то есть там в этом грунте будет больше мела пигментов вот или можно ну вот я пользовалась даже воду эмальсионный грунт сделать но нужно так поверьте нужна такая все-таки прослойка почему собственно кто-то вот так очень легкомысленно подходит ну как правило это все-таки люди за плечами у которых не стоит очень большого опыта изучение техники технологии живописи и они не видели свои работы так скажем то есть они могут заниматься живописью 10 лет да но они не видели свои работы через 30 лет например да и и потом бы возможно увидели бы огорчение и очень бы даже пожалели что сохранность многих работ будет увы не такая уж хорошая вот поэтому ну это немножко такое знаете ли легкомысленное рассуждение то есть все-таки можно купить какую-то книжечку желательно написанную реставраторам то есть не художникам который мог вчера научиться что-то так найти с верхов по нахватать и тут же писать какие-то или давать по ютюба советы нет почитайте именно какие-то вещи которые пишут реставраторы почему это пишет реставраторы потому что именно реставраторы сталкиваются с живописи у которой уже 50 лет 100 лет 200 лет и они производят анализ грунтов до красочных слоев к лаков они живопись реставрируют восстанавливают холст смотрят как холст себя ведет в той или иной ситуации и в общем то их советы действительно имеют ценность во времени потому что но это вот такой опыт действительно очень грамотный то есть конечно можно об этом совсем не думать нового если вы свои работы продаете если кто-то вкладывают в эти деньги мы вообще любой труд мне кажется всегда лучше когда он грамотно как-то ведется да то есть никто не хочет какой-то неправильно испеченный хлеб никто не хочет какой-то непонятно чем пошитое платье но почему же вот к искусству совсем можно относиться без понимания ремесла если это не какой-то знаете такой хэппининг водка просто какая-то такая знаете с мыльными шарами там такая акция такая интересная если все-таки это какое-то материальное имеет свойство предмет то лучше конечно чтобы он был изготовлен по каким-то законам итак смотрим состав ретушного лака например от фирмы санет я думаю ретушные лаки выпускают практически все фирмы до которые выпускают лаки есть и итальянские и американские так вот смотрим состав природные синтетические смолы органические растворители и углеродный пропеллент пластификаторы масла ну то есть принципе это тоже вот то чтобы я назвала тройником да то есть масло смолы это тяжелаки и растворители то есть вот эти три элемента которые в общем-то и дают сцепление грамотное слоев вот ну я думаю что далее достаточно одного или двух слоев это надо смотреть по вашей работе насколько она тянет краску или и и не тянет на чем опять же вы писали работу потому что если вам нравится более матовая живопись и вы чаще пользуетесь разбавителями то работа и не будет блестеть да если вам многословной живописи нужны лисировки да то есть прозрачные слои краски наложены один на другой то возможно вы пишете добавляя лак значит качестве разбавителей ну вот я например пользуюсь таким финским без запаха вот это ну так называемый финин да или вот тут он у них называется тарпати ну или как терпентин по моему как-то его по по-английски называли но он и хорош именно тем что да вот он практически не имеет запаха не могу сказать ну что совсем-совсем он у него не имеет но он такой не ярко выраженный и в принципе если вы работаете домашних условиях то в общем-то это такой щадящий получается режим опять же в этот разбавитель если вот вы пишете на тройнике писать опять же можно тройники можно на разбавители но я не рекомендовала вот писать на чистом масле а почему ну во-первых вот на вертикальном холсте масло чаще всего будет просто течь скорее всего ну можно масло специально оставить плоско открытой емкости делать его более густым но все равно масло имеет свойство к такой потечности вот а вот разбавитель лак иногда создает такую очень глянкцевую поверхность она может нравиться может не нравится тоже дело такое вкусом ну не чуть-чуть добавить чуть чуть маслица например в лак можно тогда будет живопись чуть такая более ну я ярко но опять же зависит от грунта если грунт практически не впитывает масло то иногда достаточно разбавителя одного и конечно имеет большое значение лаки которыми вы будете в конце живопись покрывать ну вот например домарный лак домарный лак может это вот невская палитра производитель там состав домарный лак входит смола домара скипидар или пенен значит ну иногда можно вот использовать в качестве тройника на чистом лаке но я не любитель например писать на лаке вот я говорю что всегда рекомендую брать часть лака часть пенены и масла и смотреть уже какой состав вам более подходит какой пропорции но в принципе домарным лаком можно и покрывать мягкой кистью посмотреть чтобы кисточка не лезла в горизонтальном положении можно покрывать работу лаком вот но чаще последнее время я использую лаки покрывные баллонах вот у меня есть ну их несколько но вот пока вот под рукой оказался лак фирмы Винсдер и Ньютон это насколько я понимаю английский баллон и например вот покрывной акриловый лайк спрей для масляной акриловой живописи производителя фирма арти где на московский московский производитель значит и тот и тот лак пульвизат ну вот здесь головка куда-то отскочила интересно они совместимы головки в принципе наверное нет несовместимы значит надо поискать другую значит это опять же лак для масла и акрила а и алкидный масло алкидное живописи значит когда вы покупаете лак в баллоне например вот здесь вот написано мат то есть вот это лак матовый то есть живопись в конце во-первых надо внимательно почитать когда акриловая живопись сохнет достаточно быстро то есть можно покрывать ну буквально там не знаю на следующий день если там вы писали пастозно масляная живопись конечно требует опять же в зависимости от просушки более длительного времени высыхания в принципе иногда рекомендуют вот живопись мастихином вообще только через полгода покрывать маслом ой лаком не ранее ну то есть тут смотрите от слоев от вашей живописи значит лак должен что создать конечно защитную пленку и выровнять блеск то есть он должен или создать равномерную матовую поверхность или же если вы хотите более глянцевую вот здесь вот кстати не указано вот на российском матовый он или глянцевый вот это вот кстати очень плохо то есть непонятно какую поверхность он должен создать то есть он ну вот не помню честно говоря но это надо пробовать и смотреть если непонятно но в принципе во всех серьезных качественных фермах конечно надо обязательно сбалтывать хорошо положить постараться чтобы не было пыли протереть работу а само место должно быть непыльное и конечно это не очень полезно этим дышать то есть как-то помещение должно быть потом хорошо проветриваемо но опять же чтобы туда не попали частицы пыли чтобы это не не налипло значит лаки бывают также вот если вот это лак матовый вот здесь мы можем прочесть лаки бывают полуматовый полу глянцевые глянцевые то есть тут надо читать смотреть и соответственно потом покрывать работу вообще всем начинающим художникам вот я иногда опять же смотрю видео когда кто-то чуть ли не губочкой как-то это все тюкает это все ужасно смотрится особенно масляную работу какую-то губочкой поролоновой поролону какие-то растворители может даже растворять поролон то есть конечно же не знаю я бы так не советовала покрывать лак можно идеально чистой хорошей кистью и я бы даже советовала кисть для этого брать не синтетику в смысле не натуральный ворс не щетину не какую-то белку которая часто лезет но вот эта грязная кисточка взять вот какую-то мягкую хорошую щетину проверить что она не лезет и тогда вот ей можно мягко покрывать работу лаком вот но в принципе я считаю что лучше все-таки делать это в спреи в баллоне и не за один раз то есть не покрывать чтобы не было потеков сразу вот прямо из баллона заливать работу не нужно один раз легко спрызнули дали там постоять может быть час вот и потом еще раз слегка сбрызнули ну и те места которые может быть недостаточно хорошо там как-то поверхность чтобы еще раз выровнять то есть ну смотреть как работа на это реагирует то есть я бы рекомендовала все-таки баллоны баллоны и не мучить никого вот этими покрывая не вот этими кисточкой особенно живопись то есть то что вы там покрываете какие-то не знаю там предметы декора ну это другая отдельная история вот а ну баллон это конечно очень удобно вот пожелаю всем успехов всего доброго до новых встреч ну и м он 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 он